дорогие друзья панкатофей спасибо большое давно тебя не было нас гостях зрители тебя очень давно хотели видеть всегда тебя ждут ты единственный человек на которого вообще нет ни одного хайта у нас на канале тебя очень сильно любят и всегда ждут правда дорогие телезрители вот друзья мы прошлой серии с вами плавали главный коллектор но нас там приградила вода и мы до конца не доплыли а сегодня мы придем с другой стороны посмотрим но мы же не понимаем как это работает поэтому панкатофей нам сегодня расскажешь о к чему и как но мы сейчас находимся в стволе капре вот который называется вот такое большое сооружение возвышение ствола над уровнем земли котором находятся грузовые лебедки и все остальные вспомогательные лебедки которые поднимают и леса опускают груз с 1 ствола вот тут у нас шахта клетевая в которой непосредственно и поднимались и опускались вагонетки с породой и вот вагонетка поднималась на клети выезжала вот на эти пути и отсюда уже здесь вот они висят на этой двутавре два тельфера тельфер перехвачивал ее тут и отсыпал уже туда вот в грузовик который мы позже увидим там породу которую доставляли со дна вот этого вот ствола сейчас мы опустимся вниз и там еще больше увидим интересного но перед этим мы поднимемся на копер наверх этого сооружения посмотрим что там есть конфеты работал на таких стройках ну на подобных работала на таких не работал я не застал не копал до маленькие штольни временные под коммуникации но такие большие строительства я не застал не успел а какие у тебя были обязательства на подземных стройках ну вот катка породы я стоял на кране маленьком таком называется пионер выдача породы вот и проходка ну это уже позже было напрямую уже волгу забоя там выглядело это так перфоратором породу рыхлишь выбиваешь а потом ставишь рамку из досок и так дальше продвигается поскольку штольня временная просто доска такая пятидесятка толстая из нее сколачивалась рамка чтобы он не упал сверху и так дальше проходила там сколько по 50 по 100 метров а потом внутрь затягивалась труба и просто забивалась вокруг вот это пространство песком из специального нагнетателя пневматического и все а ты как дальнейшую жизнь свою видишь с подземным ремеслом ну если бы за это нормально платили и были бы достойные адекватные организации которые этим занимались то можно было бы работать но так как сейчас с этим вообще все очень плохо то пока не вижу о своя голуби подземные голуби я офигел голуби подзем нифига себе тут сразу спуск и голуби под землю спускаются слышишь да действительно подземные голуби вот эта вещь я принес это по данной коммуникации ну вообще в целом про вот это логично карта на проходку туннелю вот щит 323 видишь да ну здесь у нас вот в разрез самого туннеля здесь все размеры указаны внешний диаметр уже черновой внутренний диаметр чистовой вот идет и здесь размещение оборудования то есть тут вентиляционная труба вот это здесь трансформаторы для освещения и здесь сама вагонетка это ну и людской ходок вот тут вот которая уже откатывает породу туда или назад а вот и сам туннель видите вот идет ствол вот сейчас мы сюда будем спускаться вот сама эстакада вот это вот стальферами с вагонетками и вот мы пойдем потом по стволу не знаю до счета дойдем или нет посмотрим раньше стоял ржавый сейчас уже может быть его и нет вот эту машинку еще она стоит там сзади есть она это на работе тебя выбор у нас тут нарисован вот у нас перерез закинченного коллектора то есть кольцо 2820 вот получается тюбинги и внутри тюбингового туннеля должны были быть втянуты вот такие специальные кольца вот это вот между тюбингами и кольцом это все должно было быть задуто потом бетоном ты у нас получается вот рабочая труба вот она у нас обозначена вот она пошла котафея смог бы руководить такой стройка если тебе ее дали я думаю что да не я же только один ей бы руководил для этого одного человека недостаточно еще я бы руководил с тобой бы все пошло бы по наклону а что если бы я руководил бы стройкой чтобы встала все бы встало и все и ничего бы не было ты же наверно из-за такого как я и стал тоже наверно да пошло не туда пошло не туда друзья вниз шахта большинства или 200 метров и это же как-то эту шахту всю вынимали весь этот грунт он выдержал наверх его выкапывали выкапывали опускались опускались вниз огромная яма и это весь грунт поднимался наверх туда по конвертной ленте и в машину грузился сейчас покажем как он поднимался а куда потом грунт идет куда-то вывозят на подсыпку дорог правильно что-то я сказал спасибо поднималась вагонетка сюда поднималась эта решетка и вагонетка выезжала на вот эти вот рельсы это мы сейчас находимся называется эстакаду это свое время но потом она сюда заезжала это опрокидыватель он ее переворачивал из нее высыпалась порода в такой специальный как искать бункер он правильно называется и бункером уже она потом конвейерной лентой отваливалась грузовики которые вот там стоит так друзья мы прошлый раз даже не смогли в тот тоннель доплыть потому что там вода до верху поднялась но сегодня мы обязательно туда прорвемся благодаря котофеевича знаниям мы подойдем туда с другой стороны и спустимся и таки покажем что там пан Исуса шо це друзья это лебедка это лифт который опускал людей и материал прямо в ствол вот огромная такая катушка ну как как лифт в квартире только промышленный здоровенный видите какой это пульт управления большой скиповой лебедкой это лебедка поднимала тяжелые грузы такие как там всякая уже порода в вагонетках и прочее а вот это ну да настоящая шахтная лебедка мощная большая я не помню как она называется правда вот здесь была гидростанция вот гидравликой она все управлялась то есть вот тут была гидростанция здесь были моторы которые крутили гидронасосы вот гидронасосы создавали давление и управляли тормозом вот это тормозное устройство оно вот здесь вот закреплено это гидроцилиндр вот и под действием давления масла он расслаблялся тормоз расслаблялся и соответственно начинало вращение барабан то есть еще ледянка ну да это медная шина вот она они они ее поразрезали вот они металлисты злоумышленники ну конечно сколько силы надо чтобы эту херню разобрать и наш блять не знаю сколько она ваша слушай так мы сейчас стали свидетелями преступления ну конечно да все разворовали и разбомбили и вот теперь чтобы это восстановить надо колоссальные средства все покупалось за народные деньги и должно было все работать а потом это все должно было когда надо строится демонтироваться разобраться и отвести себя на склад или на следующую такую точку а так получается что она все просто погибло здесь и теперь ну по факту все это уже металлолом а чтобы купить такое новое надо теперь куча денег на дороге пропали конфеты никогда на работе не ловил таких родунов кстати каких не ловил не ловил не ловил друзья эта территория находится под охраной но благодаря нашему хорошему уже статусу в обществе нам дали добро чтобы идут спокойно могли походить поэтому ее так не разграбили в таком состоянии все конечно уже по зарастал потому что ничего не работает тем не менее все охраняется но надо пробираться через жунгли чтобы показать самые интересные места вот тут даже видно бункер под которой машине подъезжали и это вот порода в них высыпалась смотри аккуратно это клещи энцефалические а до река душе лично по ходу короче газета метро строительство выходила какая-то ударно-будова и я киян ну как подожди он на стенке висел то они так вот так вот так вот те цифра 098 ничего тут не вверх ногами вот они все стоят это специальный шахтный телефон вот поэтому он против взрыва да ну типа да очень старый такой какой-то вообще не надею какие-то были здесь запчасти провода ну как то видно родились тут видно мама их сюда принесла ну как мало может их человек сюда занес да нет не слепые они не то что слепые не маленькие очень смысл ты думаешь что кот так высоко мог их посадить конечно ну да она же защита чтобы сюда животные не зашло другой дикой не поела их подожди может а может мох человеках он смотри какой а типа только рожденные ну и сколько ну наверное недели две на может меньше даже кофе ну не мог их человек сюда занесли нет это кошка мама она где-то мы видно пришли испугали ее и она убежала а может она пока я пошла за едой а потом придет к ним судя потому что они здесь лежат они тут скорее всего просто и родились вот их трое штук всего ну я не думаю что кто-то бы сюда не но они не брошенные так как бы вроде нет по виду слышь как нам надо сейчас поступить как порядочные граждане ну просто не трогать их и уйти себе она потом придет и тут уже если бы они тут были совсем одни и брошенные они бы не выжили уже здесь они еще не открыли глазки они слепые где-то неделя может не надо еще им открывать они сами разберутся три штучки на идет да какие милашки может водички ничего не надо то у нас же нету ничего из такого не но не пьют еще грудные ну все давайте не будем тревожить котящий покой пойдем отсюда он все три шевелят видишь агрессивная уже шипит они открывают только-только глазки но они у них такие конечно то мама должна их вылизывать чтобы они чистые а мама не могла бросить их если бы она и бросила не боже сдохли но не пушистые уже и почти открыли глаза и может тут недели две наверное не меньше так она наверное просто ушла и придет к ним друзья часто находим на заброшках вот такой вот можно увидеть этих кошечек собачек но природа сама разберется пускай живут не будем покоя их не тревожить вон нарисован зонтик что на них дождь сегодня не покапает видите пока котики пока котики пошли пошли-пошли-пошли-пошли-пошли-пошли-пошли-пойдем-пойдем-пойдем ничего больше не смотреть не так это что получается машина которая забирала подземный грунт да грузовик он в него кузов сыпался с бункера грунт и он его куда-то тут отвозил красота еще каких-то сороковых 50-х годов смотри деревянная кабина полностью из дерева как рамы советские вот машина 12 ступенчатая даже не знаю как управлял вот этой машины тут педали капец мощное покоишь с ума сойти можно офигеть друзья как водитель тут управлялся я даже не знаю жарко сейчас открывал проветривание все едешь ну когда-то я ездил на подобном газ 63 похоже тоже большая такая машина сколько тут коробок передач смотри раз два три четыре пять коробок смотри ну что самое меня удивляет конечно то что кабина полностью из дерева день работы будет ездить день вот и будет ездить у нас есть санкции на такие действия уже все равно ничего никому не надо поэтому за мной друзья мои заходите друзья это вот архитектурный отдел вот видно архитектурный отдел вот наш ствол собственно куда мы кстати пойдем смотри вот пятый ствол 900 метров да вот ствол люк на левый отток здесь будем спускаться 81 метр 86 вот точно написано наш тоннель это было так называемая комната мастеров тут какие-то до чертежи фрагмент подземных коммуникаций видишь о это же этот роторный экскаватор куда мы плавали с бесславными ублюдками друзья зацените видео друзья все закончили изучение документов сейчас пойдем изучать самую глубокую каналу который прошу разные изучили будет спускаться вниз так друзья все что обслуживало этот ствол и собственно для чего это все было сделано наверху мы вам показали а теперь спустимся в самое жерло вся мой центр в самый яд именно для чего все эти сооружения были созданы именно в шахту и для чего это все строился тот коллектор который был не пройден в прошлой серии сейчас мы вам покажем и подберемся к нему с другой стороны а где пташки вон кстати подземные голуби блин первый раз вижу голуба на тюбинах гули 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 птичка птичка или у него тут гнездышко может она готовы ищет тут клеть друзья вот которая спускала людей вниз она не упадет вниз а вот а вот как лифт висит над шахтой над пропастью ну что же мы идем вниз на самое дно шахтного ствола вы покажем что же там внутри находится в самом низу 100 метров или даже больше мы с котофеевичем сегодня спустимся друзья мы идем вниз это не шутки на самом деле очень опасно огневые лестницы так что не повторяйте увиденное у нас есть веревки с собой а вы не балуйтесь шо там хлопцы вот провариваются катки стой стой покажи еще раз насколько это опасно не ну честно скажи полностью опасно но мы можем сегодня крякнуть пацаки мы спустились пол пролета поверьте на слово спуск очень напряжный крайне ржавая лестница здесь все изъела и ржа это все покрыто слоем упавшей ржавчины вот это все 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 вот которая с лесенок вот каком среди состоянии лестница он смотрите вот за что приходится держаться посмотрите это пролеты которые нас держат вот по нему приходится спускаться и вон весь пол в дырках вот здесь на пролете я обнаружил самодельную заточку возможно даже тюремная здесь осуществлялся подземный криминал скорее всего по рубке кабеля с цветным с цветной жилой вот так это делается ближе опасная вещь вот мы почти дошли до дна и здесь нашим глазам открылась страшная картина подземная авария разверзлась чтобы ему понять что это все за обломки и вот непонятно тут этаж какой-то были проходку это все напосли потому что нам еще половину спускаться столько же сколько мы спустились вон видно дальше идет туннель вниз шахта уходит а это на это же где-то застрял это оборвался лифт да скорее всего два лифта вот один вот второй так друзья там где опасность там самое интересное поэтому идем там где опасность котофей тут можно провалиться а элементарно а элементарно а что тут произошло но ничего всякие придурки просто понакидывали сверху всякого мусора вот и все шо там офигеть вот это мы уже в настоящем подземном царстве в натуре ох то слушай как бы там пройдем все затоплено тут еще положить как ты оцениваешь вообще состояние ствола ну как состояние конечно уже почти аварийное но вот это вот сгнившие вот эти пролеты это действительно опасно достаточно но видишь такое все запустение запущенности все никому не надо стало это фейна пистоль тебе если что будешь стрелять по по майдадырам я это было лет когда большая рулетка такая жопа полная причем там воды надо можно утопиться с головой до что видно короче тут полная жопа тут экологическая катастрофа кто-то сбросил сюда вот наверно вот эту бочку масло видишь она все на черная нефть вся эта вода это мазут какой-то решено такое не знаю она вся чернющая короче тут страшно страшно все в мордой лучше туда не падать ой не это потом не отмоешься если даже тут была хотя бы вода обычная можно было бы забить на то что там где-то залилось сапог или что-то еще но вот такой жижи вот это и вот я до химикаты так она куда вправо влево он даже там черная но упала а нам куда а нам налево до там где закрыта шторкой нам оттуда может не замуж по тюбинам ну как-то не будем сейчас пробовать а шо делать давай я пойду ау не юркни не юркни сейчас я облезу вот так вот ну идет швак ааа нормально вот так вот так а ты стукаешь? нет ну я подозреваю ну я подозреваю вот тут мне шул я беру 5 точек 5 метров очень глубоко да вот есть 10 тут где-то распределительный щит под водой остался вот он стоит на березе отпускается где он? а вот он наверное это там внизу ну короче тут все печально да 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 ты хочешь кислород запустить? да да он сквозняк да тут экологическая катастрофа произошла да 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 друзья мы-то наконец-то спустились до самого дна мы попали туда куда мы в прошлый раз не смогли попасть потому что пудель был затопленный оказывается здесь еще и мазута и мы могли задохнуться и вот мы здесь сейчас не трогай ты, но мазутся на месяц устанет не трогай ты, но мазутся на месяц устанет о ой да давай нас торги ой тихо все спасибо друг, спас жизнь другу да мы оказались в коллекторе вот его уже готовой части практически вот это все сооружение строилось для проходки вот этого туннеля и вот тут уже стадия закончилась на том что должны были специальной лентой такой же вот пластиковой заклеивать вот эти вот стыки но что-то пошло не так и вот оно как обычно кончились деньги и оказалось что вот так вот оно все закончилось сейчас пойдем дальше посмотрим посмотрим что дальше интересно он же дальше куда-то идет интересно очень а это что медный кабель? нет это специальная такая проволока ну не проволока шнур ПВХ тут были специальные пистолеты у людей и вот они болгарками зашкуривали вот эту вот обшивку потом специальным пистолетом загружалась эта проволока она расплавлялась приклеивалась и они такой лентой сверху на шпателе растягивали ну как подобное что-то да они такой лентой заклеивали вот эти стыки ну вот это все осталось в стадии вот так вот о, смотри тяжелые переноски на линейке а вот типа заделали будешь вот таким вот образом это лента ну не лента вот это вот прутик этот да вот он лежит вот он где-то он расплавлялся и они потом типа шпателем его ну это конечно не работает это халтура самая настоящая потому что что это такое вообще это просто безобразие это не позволит именно вот этого шо это ну не ходите нет, это все надо переделать вот это что это денег не заплатили нет, посмотри вот это, что это вот это всё это я не знаю, что это кто это делал чем всеми,но Harvey ну вот этой вот очевидно штуковой можно поснимать теперь его горелкой надо греть вот это вот снять Ну как это, посмотри, что это такое, как это можно было так работать. Да я бы так не сделал. Ты посмотри, это добито, вот это вообще нельзя, потому что это покрытие специально должно быть, чтобы защищать от воздействия агрессивной среды. А на скольцах идёт на заботе? Да, а вот это, это вообще, кто это делает, чем это, как это, ну, я не знаю, что это такое. Котофей, чтобы твои подчинённые такое сделали, уволил бы их? Все бы сразу полетели бы на следующий день. Заявление за свой счёт, ой, по собственному желанию, а вообще по статье бы выгнали, кидри. Злой начальник. Хорошо, а газы, что здесь? Ну, мы сейчас не в той части, у нас здесь хорошее проветривание, потому что, когда я заходил за шторку, отсюда прёт такой сквозняк, что тут ни один газ. Что мама не горюй, да? Да, ну просто тут не будет даже. Кошмар. Ну нормально. Опа, всё уже в крови. Следы преступной деятельности, вот видишь, была сборка промежуточная, но вот кто-то цинично вырезал несколько десятков метров вот такого кабеля. Когда мы были здесь в 2019 году, он ещё был, и здесь работали люди, потому что тут был свет, сухо было, и лежала болгарка, и вот это они замазывали как раз вот эти вот вещи. Это шо, медь? Конечно, медный кабель. Вот это 25 квадратов, а вот это вот, по-моему, то ли 50. А 50, да. Благородный металл? Ну, конечно. Да вот, кто-то незаконно обогатил. На ключик заходит? Не, я не зажаю. Вау! Так, Адафей, ты понимаешь, что это такое? Это лебёдка. Она, получается, здесь сама лебёдка вот тут, вот это, это домкраты, вот. Получается, эта штука домкратом вот этим распиралась в кольце, и оттуда тащила тросом вот эту машинку, которая заезжала в кольцо, распиралась в нём, и эта лебёдка подтягивала её, и таким образом сюда затаскивали вот эти зелёные кольца стыковые. То есть внутри идёт тюбинговая обделка бетонная, потом поверх тюбинга в неё ещё затаскивали вот этот гондон бетонопластиковый сверху. А, то есть там дальше машинка? Да, дальше машинка, если не украли ещё, конечно. А что, Акатофей, оно сильно уничтоженное? Ну, когда мы здесь были в 2019 году, здесь была ещё такая бухта кабеля, она где-то тут лежала, специально, чтобы она, ну, ехала, и она такая разматривалась, да. И, как бы, инструмент тут был, всё, вот. А теперь всё, ничего этого нету, уже вот кабели ещё какие-то остались, но вот эта часть вырезана, вот разъём от неё остался один. Вот, и, ну, нормально денег уже, убытков, потому что такой кабель стоит не три копейки. Не три копейки, а не четыре даже. Акатофей, а почему тут плесенью всё покрылось? А потому что вот это сосновые брусья, привязанные проволокой, приваренные специально, зафиксированные хорошо, и вот сверху покрышка наклеена. Ну, не наклеена, а привязана, просто разрезана для того, чтобы не повредить покрытие. То есть домкрат упирается, распирается и зарасклинивается, как бы, здесь, а потом уже затягивается кольца, вот, которые там. То есть она просто тащит, и она должна тут хорошо фиксироваться, мощно распиреться, чтобы не поехать сама. Здесь вот у нас, тут достаточно интересно, тут коробка передач из какого-то автомобиля была взята, вот, тут стоит один мотор, а там стоит второй мотор, чуть меньше. А вот это рычаги управления, это гидрораспределитель, то есть получается, вот здесь в этом бачке заливается масло, и вот эти моторы крутят гидронасос, который создает давление в системе, и вот этими вот рычажками оператор регулирует усилия этого домкрата и вот этого, два домкрата. Катафеич, самое интересное, что люди говорят, ты же нигде не учился, ты что, с детства вот такой? Да. Я вот всем говорю, но я, чтобы сейчас не ошибиться, ты когда-то говорил, что в каком возрасте ты первый электромотор сам собрал, сколько тебе лет было? Так какой электромотор, я с детства ковырял-то все. Нет, ты с собой первый моторчик когда собрал, ты говорил. Нет, я собрал, мне было, по-моему, 13 лет или 14 лет, я собрал сварочный аппарат. Сварочник собрал своими руками, при этом же ты нигде не учился. Нет, я же не мог тогда учиться. Вот, и учился варить. Вот здесь есть такая аптечка, ну такая элементарная, она правда уже все, конечно, пришло в негодность, но она здесь была. Что тут у нас? Парацитамол, хвалидрол, это чего у нас такое, перекись водорода, ксалициловая кислота. Аж воняет аптекой, как ты открыл. Конечно, да, шприц, ну, бинты, но оно уже, к сожалению, все ему уже торба, конечно. Вот она здесь была. Слышь, там базарит. Ну вот мы дошли до конца вот этих колец. Это вот остатки с 2019 года, остатки раствора, которым мазали вот эти стыки. И получается, что мы тут имеем. Здесь у нас стоит насос, который откачивал воду отсюда. И вот сами уже тюбинги этого вот туннеля чернового. Да, то есть вот он весь состоял из вот этих сегментов. Мы здесь можем видеть, какой у нас там, по-моему, 2008 год. Вот 2008 год. То есть этот туннель проходки 2008 года. И получается, что мы сейчас пойдем дальше туда и увидим, там стоит машинка специальная, которая заезжала внутрь кольца, распиралась там. И вот этой лебедкой ее тянуло сюда. Кольцо ехало и стыковалось вот этим кольцом. А здесь у нас получается потом, вот в этой полости, вот сюда шло заблочное нагнетание. То есть туда нагнетался раствор. Но учитывая, что я вижу здесь кирпичи, вот кирпич, 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 то это все могло быть какой-то страшной халтурой. В последние годы. И просто на стыках вот эти вот места закладывали кирпичом, а за кольцом самим, ну на всю ширину кольца оставалась вот такая вот пустота. Это вообще категорически нельзя такое делать, потому что оно разрушается потом со временем. Но такое время, поэтому как бы уже как-то, да, что имеем, то имеем. Вот тут кирпич, через которую, очевидно, пытались, вот туда зачем-то заведен сливной шланг от насоса. Они, очевидно, туда просто за кольцо замыкачивали воду. Но это какой-то, я не знаю, что это, абсурд какой-то. Абсурд вообще. Вот, поэтому тут оно уже все сделано с такими нарушениями, что мы уже даже об этом никогда не узнаем, потому что уже вот это вот никто от чего доставать не будет. В лучшем случае его так достроят в том состоянии, в котором оно есть, и все. Друзья, в Киеве огромная сеть подземных лабиринтов и этих искусственно созданных туннелей, червями прорытых. И это очень классно, потому что можно перемещаться. А также эти туннели можно классно использовать под бункера, вообще занятысь. Нормально можно здесь укрываться. Пока можем здесь идти под 200 метрами толщей породы, там, может, ракеты упали на нас. А мы тут гуляем. Но надеюсь, что ничего не упало, и война скоро закончится. И не надо будет подземленно прятаться. Будем по крышам лазить. Что там видно? Здесь должна была быть машинка. Не знаю, мы уже в фотках вставим, у меня есть в фотографиях эта машинка. Ее уже, к сожалению, украли. Машинка, которая ездила по этому туннелю, и потом должна была, наверное, ездить по этому туннелю. Но ее украли. Котофей, а что, получается, после метро это самый большой лабиринт? Ну да, после метро это вот такие самые протяженные, большие коммуникации, и такие масштабные, которые строятся, в принципе, по точно такой же, ну, может быть, по похожей схеме. Ну, в принципе, по точно такой же схеме, как и метро, просто в меньших масштабах. То есть ствол такой же самый, но туннель идет просто немного меньше диаметра, вот и все. Ну, а так, да, после метрополитена это самые такие протяженные, сложные и масштабные коммуникации в Киеве. Это вот именно глубокие коллектора, потому что они строятся закрытым способом и по такой же технологии, как и метро, только с другим назначением. Так, друзья, показали вам сегодня в серии и малую часть, наверное, наших подземных владений, которые существуют. Сейчас идет война, как бы, но вы не отчаивайтесь, война закончится, мы стараемся сделать многое, и все, что от нас зависит, чтобы война поскорее закончилась. Поэтому слава Сброяна Сына, слава Украине, всем, кто помогает, спасибо большое. Обязательно, когда война закончится, мы все эти коммуникации достроим, мы достроим метро, будем строить, продолжать, развивать. Котофейич наймет меня на работу, я буду работать. Создадим Котофей метрострой. Да, Котофей метрострой, шутки, шутки, я сейчас через 10 лет... Котофей Киев спецстрой, Котофей метрострой, все достроим. И Сусанин ленивый строй. Да, и Сусанин строй. Сиди усыпать, будем думать дальше, что нам делать. Что вы в тоннелях гуляете? Что вам тут так нравится? Майки. Вай! Птичка! Птичка! Ку-ку! Птичка, ку-ку! Вай! Птичка! Хе! Субтитры сделал DimaTorzok